Привет! Мореигр опять насыпало в сети игролова немало всего хорошего, а поэтому время делать игровой улов номер два. Если вы не видели предыдущий игровой улов номер один, начинайте с него, так как там я объясняю формат этих роликов и то зачем я такого плана видео делаю. Вкратце напомню, что игровые уловы – выпуски очень легковесные. Это всего лишь отчеты о различных игровых приобретениях. В уловах, к примеру, не будет рецензий игр, да и вообще никаких долгих рассуждений не будет. И в отличие от регулярных выпусков, где я весь геймплей копчурю сам, в игровых уловах для показа игр я пользуюсь, как правило, кусками чужих видео, трейлерами и т.п. Коллекционировать можно по-разному. Можно сделать этот процесс полностью распланированным, прикидывать, сколько хочешь потратить, какие хочешь взять игры. И строго следовать плану, не покупая ничего, что выходит за списки вишлиста или бюджета. Но у меня так собирать не хватает силы воли. В вишлисте у меня сотни игр. Да и устоять перед соблазном купить что-то по привлекательной цене, даже если я вылезаю за отведенный бюджет, я не могу. В результате я беру то, что считаю интересным и достаточно дешевым. Нарвался на хорошее предложение – беру. Иногда у меня подолгу не появляется ничего особо интересного. А иногда игры сыпятся прямо как из рога изобилия. Делая предыдущий игровой улов, я думал, что такую крутизну я покажу вам еще не скоро. Но жизнь распорядилась по-другому. Новый улов гораздо круче предыдущего. Давайте посмотрим, что же я такого наловил за вторую половину февраля и март 2016 года. Я два ролика вас мучил рассказами про TurboGrafx. И одна из игр, про которую тогда говорил, была Bongs Revenge. Упомянул я также и другие части этого замечательного платформера. В Японии эта игра называлась PC Genzin, созвучна с японским названием консоли PC Engine. Когда я делал выпуски про TurboGrafx, хьюкардов с Bong или PC Genzin в моей коллекции еще не было. Капчурил видео я при помощи флеш-картриджа Turbo Everdrive. А вот теперь PC Genzin у меня появились. Сразу в количестве трех штук. Повторюсь, обожаю этот носитель. И игры эти мне очень нравятся. Чтобы закончить с PC Engine покупками, покажу еще одну игру, которую я приобрел для этой системы. Spriggan Mark II. Это горизонтальный шмак. PC Engine игры мы покупали с моим приятелем на двоих. И, после кровопролитной дележки, приятелю досталась более впечатляющая и дорогая первая часть Spriggan. Но Mark II тоже вещь очень хорошая. И для моей коллекции это очень приятное дополнение. С ретро перепрыгнем сразу на последнее поколение. На PS4 взял Life is Strange. Эта игра прошла бы мимо меня, если бы осталась в digital-only виде. Я очень редко покупаю цифровые версии. Сейчас вот физический релиз вышел. Есть повод познакомиться. Для Xbox One взял Lords of the Fallen. Dark Souls Style игра, до которой у меня никак не дойдут руки. В марте вышла на Wii U Legend of Zelda Twilight Princess. Блин, они меня уже третий раз игру купить заставляют. На Q, Wii, теперь вот на Wii U. Игра отменная, если не играли, очень советую познакомиться. Разница в цене между Limited Edition и обычным изданием минимальная, поэтому взял Limited с Amiibo и саундтреком. Вы знаете о ЛОС-107 на Xbox 360? Это эксклюзивная JRPG. Мистлокок. Мистлокок – компания, в которой обосновались отец Final Fantasy, Хиронобу Сакагути и композитор Набуи Уимацу, сбежав из Square Enix. Вокруг этой компании и ее ранних игр был нехилый хайп во время создания. На две их JRPG, Blue Dragon и Lost Odyssey, любители видеоигр очень надеялись. Пророчили, что эти игры будут гораздо лучше современных финалов. И вообще, дед Хиронобу сейчас всем покажет. Мол, сейчас они вдвоем с Набуи смастерят такое! Вы все чрезвычайно удивитесь. Но Blue Dragon оказалась вещью на любителя. Совсем простой игрой. Скорее красиво отдать классическим японским RPG, но никак не чем-то, что могло заявить о месту Око громко. Ну и с Lost Odyssey, несмотря на участие и Сакагути, и Уимацу, ничего прорывного не получилось. Ну вот вроде все на месте. Эпично, красиво. Но не прошло и 10 лет, а мало кто об этой игре помнит. О Lost Odyssey я обязательно расскажу отдельно в одном из выпусков. Все-таки эта игра заслуживает большего внимания, чем она получила. Я давно хотел купить Lost Odyssey, но никак не мог найти ее по хорошей цене. Если бы я по первому Zoo кинулся покупать эту игру на Амазоне или eBay, то пришлось бы переплатить. Я решил, что лучше буду просто ждать. Игра не такая уж редкая. Она должна была когда-нибудь всплыть по приемлемой цене. И вот, собственно, в марте мне повезло. Lost Odyssey нашлась. Аж два раза. Одна версия сил полностью на английском, вторая открытая с русской обложкой мануала. С 360 боксом у меня еще не все. Астрологи говорят, что сейчас благоприятное время для покупок на эту консоль. И я этим пользуюсь. Что еще я взял? Если вы такие – ха-ха-ха-ха-ха! Ты че, с ума сошел что ли? Нафиг ты Самурай Шоудаун сцен купил? Да, я слышал про эту игру много нехорошего, но это Самурай Шоудаун. Я не мог не купить. В armored core я не играл и даже не пробовал играть, но покупаю игры этой серии регулярно. Ну, потому что делает эти игры From Software. Как-нибудь обязательно выделю время и с серией познакомлюсь. Сами игры уже лежат и ждут. После выпусков про оригинальный Xbox мне захотелось ну хоть что-нибудь купить на эту консоль. И мне подвернулся по хорошей цене эксклюзивной платформе в Blinx. Здорово, потому что я не только некоторых зрителей заинтересовал Xbox, но и сам себя накрутил прилично. Теперь хочу дособирать все, что на эту платформу хотел, но еще не дособирал. Уже немного, игр 40 осталось. Сезон супер халявных цен на игры для PSP у нас в стране пока, а это март 2016 не закончился. Если собираетесь коллекционировать на эту консоль, не упустите момент, покупайте сейчас. Вот что взял в марте месяце я. В подарок за покупку нескольких PSP игр мне дали Майкл Джексон The Experience. В процессе обсуждения игр для Engage в ВК-группе игролова зрители обратили мое внимание на то, что я не только с Engage играми не знаком, я еще и о Яве игров для телефонов вообще ничего не знаю. Да, правда, Яве игры пробежали мимо меня незамеченными. И вот, чтобы игролов не остался на всю жизнь человеком неграмотным, один из зрителей, Никита, взялся меня познакомить с ними. И прислал мне вот этот замечательный телефон с десятками установленных Яве игр. Спасибо большое тебе, Никита. В Яве игры я уже вовсю играю и подумываю сделать отдельный выпуск про мое с ними знакомство. Телефоном Никита не ограничился и прислал мне еще несколько своих вещей в подарок. Давайте я вам их покажу. Rayman Origins для 3ds. Я очень люблю Rayman Origins. И у меня он уже есть для Vita и PS3. Теперь вот и 3ds-версия есть. Это круто. Кроме того, Никита прислал мне еще и две полнокомплектных игры на PSP. Черепахи и Бакуган. Решив, что мне будет недостаточно стыдно за то, что он мне столько всего понадарил, Никита в качестве Fatality прислал вот такой сам издатовский фанфиг по МГС2. В общем, теперь я чувствую себя анти-Робин Гудом. Ну то есть у меня дофига всего и так дома валяется, а я забрал у человека последнее. Никита, спасибо. Обделенными вниманием и новыми играми в эти месяцы остались PS3 и Wii. Всего по одной игре на них купил. Вообще, расширение PS3 и Wii коллекции становится для меня все более и более проблематичным, так как почти все, что я хотел, я для этих систем уже купил. А, вот она, голубка мощная моя. Виту я прям очень люблю. В марте пару игр для нее прикупил. А вот совсем недорогое и нередкое пополнение Сатурн коллекции. Лайтган шутер Вёча Коп, карикатурный 3D файтинг Вёча Файтер Кидз и Battle Arena Toshinden Remix. Ход никогда не понимал эту серию файтингов. Тошинден брал из любопытства и как часть ранней истории развития этого жанра. Если среди зрителей есть такие, кому Battle Arena Toshinden нравится, напишите в комментах. Интересно будет узнать ваше мнение об этой серии. А теперь, господа, тяжелая артиллерия. Я говорил о Conquer Life & Reloaded для Xbox и упоминал, что вообще-то оригинал этой игры выходил на N64. С версией для N64 можно познакомиться на суперсборнике Rare Replay для Xbox One. У меня же появился другой способ оценить эту версию. Вот, урвал по хорошей цене комплит Conquer для этой системы. Это и радостно, и грустно одновременно. Радостно потому, что покупка хорошая, игра стоящая и является украшением любой N64 коллекции. А грустно потому, что я не собирался коллекционировать комплит игры для N64, теперь вот начинаю об этом подумывать. Нажил себе еще одну болячку. Купил две полнокомплектных игры на Super Famicom. X-Lay и Fireman. X-Lay красивый, мод 7 обильный и необычный шмап. А Fireman – веселая, динамичная игра про пожарников. Эдакий Run'n'Gun, где вместо привычных нам вражин, инопланетян, зомби, ниндзя и тому подобное, мы сражаемся с разными видами огня. Обе игры отличные и заслуживают отдельного рассказа. Включил их обе в план будущих выпусков. Март у меня прошел под знаком PlayStation 1. Ну вон, смотрите сами, сколько всего набрал. Не все знают, что на PlayStation 1 поначалу игры в Штатах выходили в лонгбоксах. Игр таких немного, но и немало, больше 100 штук разных. В этом улове у меня два вида лонгбоксов для первой PlayStation представлены. Такие вот из черного пластика, с присобаченной сверху ничем не защищенной картинкой. И Sega CD, Sega Saturn стайл боксы. Я не изучал вопрос, почему от лонгбоксов отказались в пользу стандартных джевил кейсов. Но могу предположить, что Sony достаточно быстро столкнулась с проблемами с производством лонгбоксов и в конце концов решили перейти на более привычные для нас кейсы. Многие коллекционеры лонгбоксы совсем не любят. А я их просто обожаю. Красивые, заразы. Пишите в комментариях, как относитесь к лонгбоксам вы. Порадовался я покупке Легая, Colony Vos, One, в которые я играл в конце 90-х, в начале 2000-х. А вот это вообще мега везение. Удалось урвать по халявной цене Айнханда. Если не слышали про него, то это отличный шмап, выпущенный с Квайософтом. Рассказывать про эту игру парой предложение я не хочу. В одном из выпусков игролова мы еще про Айнханда поговорим. Обалденно красивый шмап про подводную лодку In The Hunt тоже заслуживает отдельного разговора. Как и Паразит Ив, в которую я в 90-е играл и проходил на японском языке. Тот еще и экспириенс. До сих пор помню, как, разобравшись с меню, объяснял всем знакомым кастомизацию оружия. Сейчас вот уже не решаюсь на японском проходить. Купил англоязычную версию. Отличный RPG ужастик от Сквайософт. Я, как вы, наверное, смутно догадываетесь, очень хорошо отношусь к компании Трэжа. И у меня возникло намерение собрать все игры, выпущенные этой компанией. Но пришлось с этим намерением расстаться, потому что некоторые игры несуразно дорого стоили. На Мегадрайв две такие дорогие игры – агрессивный Alien Soldier и файтинг с труднопроизносимым для меня названием «Ю-Ю-Хакусё-Макё-Тойцу-Сан». Я не привык платить за игры баснословные суммы, поэтому с мыслью о покупке этих двух тайтлов для Мегадрайв можно было расстаться. Но это не причина горевать. Есть альтернативные варианты. Вот Alien Soldier, например, вышел в составе Sega Ages Vol. 25 Gunstar Heroes Treasure Box для PlayStation 2. Вместе с Gunstar Heroes и Dynamite Henny. Там я его и купил уже год назад. Но что делать с «Ю-Ю-Хакусё-Макё-Тойцу-Сан»? Выходила она только на Мегадрайв, поэтому фиг мне, а не покупка «Ю-Ю». И фиг мне, следовательно, а не полная коллекция Трэжа. Ну и я с этим смирился. Мало ли что мне хочется. Перехочется. И тут бам, мне предлагают «Ю-Ю» по отличной цене. Просто по замечательной. Что сказать, повезло. Можно попытаться всё-таки собрать все игры моей любимой Трэжа. А что купили вы в последнее время? Какие игры, консоли появились в вашей коллекции? Пишите в комментариях. Мне будет интересно почитать. Спасибо вам за просмотр. И всем всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok